Почему в этой ситуации рассматривается эта площадка? Потому что все же это на стыке двух районов. Индустриальный Ленинский с численностью порядка 300 тысяч. Очевидно, что у нас есть дефицит государственных бесплатных секций. Здесь мы строим за деньги государственные, соответственно, там будут размещаться государственные секции. То есть для ребятишек это бесплатно. Жители поселков пригородных, это вот Новосиликатный, Власиха, Октябрьский и так дальше, они выделены в такую самостоятельную территориальную единицу. Но там острая потребность в спортивных комплексах. Если бы там появились центры, может быть единоборств, может быть игровые спортивные залы, это было бы решением проблем как вот действительно зеленых зон, так и проблем обеспеченности жителей именно вот этих районов. За текущий год на территории парка зарегистрировано два случая задержания лиц с наркотическими веществами. Один грабеж, восемь драк и конфликтов, в которых пять человек получили телесные повреждения. Десять лиц на территории парка были задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Три сообщения лица, демонстрирующие половые органы. Практика есть, что как раз возле спортивных объектов создавать парковую зону. Мы все за спортивные объекты, мы все за парковые зоны. Давайте вместе создавать. Говоря об этой территории, должен сказать, что она должна кому-то принадлежать. У каждого объекта должен быть хозяин. Я готов заниматься этой территорией. Но она должна быть, она должна быть, во-первых, огорожена. И доступ должен быть свободен. Допустим, как это сделано в Москве. Сегодня приводили примеры Москвы. Московские парки закрываются в 11 часов. И без вырубки там, ну никак не обойтись. Только либо дождаться, когда это дерево упадет. Ответровало, слава богу, чтобы никого не прибило из детей. Вот тогда мы, наверное, будем по-другому на эту проблему уже смотреть. И тогда мы начнем делать посадки. Мы должны убирать старые деревья. Мы должны убирать эту поросль, которая размножается вегетативным способом. Если кто не забыл, то клен, это у нас сегодня растение не нашей широты. Оно завезено далеко из других пределов. И оно сегодня размножается, как паразит. Это сорняк. Для того, чтобы город был нормальным, комфортным, нужно 40% территории отвезти под зеленые насаждения. И не важно, что на них растет. Я понимаю. Вот каким образом вы предлагаете это заменить? То, что в этом парке, это необходимо, я думаю, всем очевидно. Там деревья старые. Надо сделать прорезь парка. Еще раз объявляет, если мы объявим парки больше, там, скольки-то гектаров особо охраняемой природной территории... Кто нам такую ересь-то сказал? Особо охраняемая природная территория... Город Екатеринбург, так сказал. Так вы, наверное, законодательство... Да здесь через что прошел город Екатеринбург? Я в Екатеринбурге заканчиваю университеты, знаю прекрасно, как там село веково. Я вам скажу следующее. Особо охраняемая территория бывает и федерального, и краевого значения. Есть ли это?